МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот древний обычай в Давид-городке живет больше ста лет. Ход конем – его главная особенность. По легенде, в Первую мировую войну недалеко от местечка стоял фронт. С тех пор солдат с конем и прижился. Как ваш конь не устал еще от дороги? Еще нет, нет. Он нормальный. Еще можно столько пройти, сколько прошел этот кончик. Ах, этот коник представлял собой не только землярову, но и вояров, хандляров. Короче, кажучи, у всех этих соседей у Вясковца, которые в этот день принослили разом с собой здоровье, богатое, плен. Как мы все были такие, как этот коник и как эти славные архаллы. К слову, на праздники конкуренция серьезная. Все стараются удивить, шьют костюмы, разучивают песни, у каждого своя роль. Похоже, обрет есть в Польше, а вот у восточных соседей традиции отличаются. Такой нрав попробуй, не отвори ворота. Хозяева, открывай ворота, колена пришла! Надев овечий тулуп, Гедемина Сторанда легко вживается в роль путника. В белорусскую глубинку заслуженный артист привез высокое искусство. Днем ставил на пуанты малышей, а ночью отправился каледовать. Это хозяин хороший? Хороший! Сейчас проверим! Сейчас проверим! В шапку что надо кинуть? Молодец! Дорогая моя, мы тебе желаем, чтобы он тебя называл душа моя. И вот как он придет вечером и скажет, душа моя, и ты ему сразу, свет очей моих. И мы желаем тебе, дети есть, внуки есть? Нет. А мы желаем тебе, чтобы у тебя внуки были! Поехали! Если артистами балета становятся, то народные традиции, будь ты литовец, белорус или русский в крови. А вот как встречают гостей на Полесье, еще нужно поучиться. Да больше нет нигде, только в Давыд городке, это вот в чем дело. На всех просторах Белоруссии, России, вот так, чтобы каждый дом ждал каледовщиков, дорогие мои, это только у вас в Давыд городке. Праздник до утра. Такого веселья в глубинке давно не помнят. А может рождается новая традиция? Например, калядный фестиваль. Впрочем, год покажет. Ирина Никитина, Кирилл Липовик, субботний выпуск.